Два любителя, значит, походить по воде, по прохладной воде, там, в общем, есть свой плюс в этом. Да вода не очень прохладная. Ну, все-таки, по сравнению с тем, что кругом делается, в воде приятно себя чувствует, что-то освежает, несомненно. А вот едет все вот Кармазов, которые свой маленький Сузуки Самурай поставил на огромные-огромные колеса. И сейчас это является одной из самых проходимых машин, благодаря очень маленькому весу всего автомобиля. Сколько лет? И большим колесам. Он меньше тонны весит, и поэтому ползает там, где все остальные сидят. Еще одна переправа. Юрий, скажите, она более легкая, более легко проходимая, чем та, которая была накануне? В данной ситуации она сложнее, потому что здесь не выстилали мелкими камнями гладкое дно. Ну, смотрите. Здесь и спуск, достаточно сложный выезд, непростой. Но ведь машины группы «Б» по сути проходят эту переправу без проблем. Нет, она требует аккуратности. В любом случае, требует аккуратности. Неужели все водители такие аккуратные? К шестому-то дню, пожалуй, не начались. Это уже седьмой день? Да, тем более. Седьмой день – это пятница, второе июля. На этих ралли проверяются люди, с которыми ты общаешься в рабочее, в нерабочее время. То есть появляются более тесные контакты. Хотелось бы выезжать вот таким вот организованным туризмом, отдыхать, соревноваться, пытаться выиграть, пытаться победить, поверить еще лишний раз себя, ну и, так сказать, расслабить нервную систему. Ну, за границей, это же все скучно, у нас, так сказать, посмотрите, какая красота, луна, белые ночи. За границей такого нет. Прав Сергей Полонский, за границей такого нет. У меня такое ощущение, что за границей даже ручья такого нет. Настолько там красиво. А это необязательная программа «Трофи-рейда». Экскурсия, поездка на водопад. Вообще, надо сказать, что на всех картах Карелии самый крупный водопад – Кивач на реке Суна. Его высота – 10 метров. Два года назад, во время разведки перед первым «Трофи-рейдом» «Ладога», в данном случае 97, организаторы нашли другой водопад. Его высота – 15 метров. У него пока нет имени. И до него очень непросто доехать. Вот те желающие, которые решили поехать на водопад. Ну вот этот кусок дороги, он пользуется такой особой любовью у участников. Он всего-то длиной около 3-х километров, но это своего рода оффроудный полигон, потому что там есть все. Есть и броды, и грязь. Роздолье для операторов. И крутые подъемные спуски, и косогоры, и камни. Ну, то есть все, что может джиперская душа пожелать, все там наличие. И на скорости можно проходить участки. А вот тот самый водопад. Вы знаете, чем-то напоминает знаменитый крымский водопад Джур-Джур. Вот два года назад я очень хотел на него съездить, но, к сожалению, не смог. Но зато хоть побывал на водопаде в Карелии. Пятница, 2 июля, 23 часа. Побережье Ладожского озера. Старт пляжный гон. Надо сказать, что трофи-рейд уже заканчивается, и его программа подходит к концу. А вот спортивный зачет трофи-рейда только начинается. Он в самом разгаре. Это второй из четырех видов спортивного зачета. Длина дистанции, Юрий, сколько? Где-то около чуть больше километра. К сожалению, против прошлогодней трассы перекладки сильно изменился. Воды стало заметно больше, и поэтому возможностей для творчества у нас, как у создателей трассы, было заметно меньше. А это Игорь Волчков и Савва Савхонов из Москвы. УАЗ-31-51. Интересная модель. Ну, бля, лес. На таком, конечно, приятно кататься по пляжам. Почти как на пляжах Калифорнии. В 105-й номер Светлана Зайцева, Марина Королевич. 7 тысяч долларов было вложено в этот рейнш-ровер, специально подготовленный для трофи-рейда «Латога-99». То есть это вид спорта или это увлечение? Ну, начиналось как увлечение. Но дело в том, что в последнее время это становится все больше видом спорта. Начиналось вот чисто с воскресных поездок, куда-то за город, соревнований. Типа вот между собой, там 10 человек, расставили вешки и поехали. Ну вот, а сейчас уже это все больше становится таким серьезным видом спорта. Длина трассы около километра, и участникам предстояло пройти два кольца. А это Даниил Вишневский. Рядом с ним наш оператор Константин Лефедов. Ох, не сладко пришлось оператору во время этой гонки. Ну что делать? Работаешь, так работай. Ну, вообще трасса предъявляет очень высокие требования к рулежке. Не только к операторам. Не только к операторам, конечно, а высокие требования к рулежке и к работе газа. Потому что чуть зазевался, и двигатель чуть-чуть подсаживался, а все за ним и машина садится в песке. Даниил Вишневский показал неплохой результат, всего несколько секунд проиграл. А это Алексей Адикаев, еще один претендент на победу. У него очень Нива хорошо подготовлена специально для скоростных участков. И рядом с ним все тот же наш оператор. Игорь прав. Компания на трофи-рейде подобралась классная. В этом году. Впрочем, как и всегда. Прощальный костер. Не грех и повеселиться. А вот так выглядит лагерь в 9 часов утра. Все еще спят. Организаторы, которые, кстати, не ложились. Анатолий Молчанов, Юрий Овчинников, Александр Дерюгин. Воскресенье, 4 июля. Исаакиевская площадь, где трофи-рейд стартовал, там он и финиширует. В группе «Б» победители в самой престижной номинации. По итогам трофи-рейда Леонид Панин и Виталий Бочаров из Москвы. А это Марик Гетко и Елена Змиева. Победители в группе «А». Аплодисменты! Ну, шампанского никто не живет. Это понятно. Вот таким получился трофи-рейд «Ладога-99». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова